У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жомар Тукаев, президент Республики Казахстан. В этом здании с 1918 по 1919 годы жили и работали Жаханша Дасмухамедов и Халел Дасмухамедов, лидеры западного крыла партии Алаш. Это, пожалуй, единственное историческое здание, сохранившееся с тех времен в селе Жамбиты, центр Сырымского района Западно-Казахстанской области. Ну а мы, как обычно, приехали сюда посмотреть, как живут люди и что они думают про своего Акима. Доехать до Жамбиты не так-то просто. Не каждый таксист за разумные деньги согласится сюда ехать, а автобусы и вовсе не предусмотрены. Здание автовокзала просто закрыто. Закрытые тут и люди. Нам пришлось очень много побегать, чтобы узнать, что да как. Скажите, пожалуйста, мы... Хабар 24? Некогда. А мы с вами пойдем. А что? Да ничего страшного, ага. При всем этом именно в Жембиты мы встретили, пожалуй, самого позитивного человека за всю историю нашей программы. Как живется? Нормально, хорошо. Нормально? Вы такой позитивный, у вас все хорошо. Проблем никаких нет? Никаких нет. Работа есть? Работ нет. А что ж хорошего? Безработные? Безработный не только этот мужчина. С трудоустройством здесь в принципе не очень. Работа туговато все равно. Работа туговато, да? Да. Предприятий никаких, ничего не открывают? Ничего нет. Может быть поэтому от безысходности жители делают себе туалеты из заборов. Хорошо, что они из мусорных контейнеров. Да-да, в селе очень много мусорных контейнеров. Такое не везде в городе даже встретишь. Правда, стоят они пустые, а мусор где угодно. Зато в последние годы районный центр обзавелся новыми дорогами. Не везде, конечно, но все же. Правда, и с этим есть проблема. Дорогу как будто не доделали. Щебень кругом, мусор опять же. И про безопасность забыли. Как вот дорогу исправили, ремонт делали. После этого вот все взялись с самокатами. Как так это, дорога новая и скорость большая. Ну, желание, чтобы... Обезопасить, да? Да, обезопасить детей. Может, посадят два-три полицейских лежащих. Если картонные дети на дорогах возле школ – это уже не новость, то вот картонный скот – это что-то новенькое. Нарисованных лошадей и коров, наверное, начали ставить после нескольких аварий с участием животных. Погибали в них и скот, и люди. После последнего такого ДТП глава области даже сделал выговор Акимуса Рымского района. Однако, несмотря на искусственных лошадей, на трассе до сих пор можно встретить и живую скотину. Этих животных мы встретили по дороге в поселок Коннер. Это 60 километров от районного центра. Туда мы приехали, чтобы записать Акима. Он тут совещание проводил. Пока ждали, прогулялись по поселку. Картина не самая красивая. Дорог нет вообще ни одной. Вместо асфальта их посыпают какими-то белыми камнями, похожими на мел. Оттого автомобили здесь на постоянном ремонте подвески. Дорог нет вообще, да? Они когда-нибудь были здесь вообще, нет? Не было. Из-за отсутствия дорог, наверное, понятно, что здесь происходит осенью и весной. При входе в местную школу даже специальные щетки стоят с водой, чтобы чистить обувь. Про саму школу отдельный разговор. Ей больше 50 лет и ни разу здесь не делали капитальный ремонт. Тут туалет-то в здании соорудили буквально в прошлом году. До этого дети ходили на улицу. Зимой холодно? Нормально. Ну, не тепло, да? Ну, да. Связь здесь не ловит. Нам потом объяснили, что просто у нас не тот сотовый оператор. Так что не до всех гостей поселка Куныр можно дозвониться. До нас тоже бы не дозвонились, благо мы вовремя пришли к зданию местного клуба. Как раз, когда вышел Аким. Вот мы идем по деревне, по аулу, которую вы здесь проработали 4 года. Когда вы видите вот здесь то, что происходит, что вы чувствуете? Что чувствую? Ну, вот когда идете по такой деревне. Ну, это дорога здесь, конечно, не асфальтированная дорога. Асфальтированная, да. Вот по дороге, вот это чем вы посыпали? Это местный материал, да. Что это такое? Ну, это как местный материал, да, типа мел, да. Для чего? Он что, лучше будет дорогой? Ну, грязней будет, да. Грязи не будет? Грязь не будет. Поэтому, да? Поэтому, да. Хорошо. В школу ходили в эту? Ходили, да. Видели в каком состоянии? Да, школу мы, это, сейчас это, оно уже передано, вот, облуно. В этом году это смету делает на ремонт. А, будет, да? На капитальный ремонт, да. Капитальный? Да, на капитальный ремонт. Окна поменяете? Да, окна все поменяете. Ага, хорошо. На следующий год планируется, да. Ага, все, давайте теперь вернемся к районному центру. Безработица везде есть, везде есть, безработица. Это же не означает, что не нужно решать эту проблему? Ну, мы эту проблему решаем. В этом году, например, мы дали это, кредиты, например, кто хотят брать. Да. Вот. Потом это гранты, безвозвратные, это безвозвратные деньги. Автовокзал нет, у нас не работает. Перестали ходить автобусы, получается? Автобусы, вот, дней 10 перестал, вот, завтрашний день будет, это, другой автобус, 28 местный. До этого ходил, там, 20 местный автобус, хотим делать. В чем проблема? Когда сделать? Потому что эту дорогу, в прошлом году эту дорогу, на этот год перешли. Мы еще не приняли эту дорогу, да, а плани есть. Когда сделать? Ну, если успеем в этом году. Мы везде поставили вот это. Картонных? Не картонных, а это нормально. Нарисованных, да. Чем это поможет? Это поможет, это, где скот будет ходить, там, это, предупредительные знаки, да. Потом мы это, это, кто пасут в этих дорогах, крестьян, там, население, всех мы предупредили. Кто не слушается, мы штрафуем их. Штрафуете? Да, штрафуем. Вы не штрафуете? Очень много. Нет мусора, нет, чем бить. Нет мусора? Убираем, убираем. Вот контейнер стоит, видели, есть хороший полив. Контейнеры мы видели, да, не в каждой деревне такое, это отлично. Не скажем, в джамбите самого поселка мы это чисто. Нет, имеется в виду, что мы же по стране ездим, не в каждой деревне мы видим такое, и это круто. Но смотрите, мы вот так вот заходим просто за дома, и там есть прям мусор. В джамбите? Да. В джамбите нет мусора. Нет мусора, я вам гарантирую. Мы сейчас вот по видео поставим здесь вот мусор, где мы видели. Ну вот. Где двухэтажки у вас. Живут люди, да, вот выбрасывают, но мы контейнеры везде поставили, видели, они должны сюда бросать этот мусор. То есть сам люди виноваты. Да. Теперь давайте спросим у этих людей, как они считают, справляется Аким со своими обязанностями? Справляются. Справляются? Вы ему плюс или минус заработали? Не-не, вполне нормально. Нормально, да? Почему, как считаете? Ну, сейчас вот последние годы, и вечер, и везде чистота. Мусор не валяется, как раньше. Вот что. Ну, это даже на окраине Москвы можно встречать таких. Как считаете, справляется он со своими обязанностями? Честно только. Эй, что здесь справлять? Сами по себе люди живут, а так им от какой помощи? Работает нормально, да. Все есть у вас? Есть. Плюс. За что плюс? Не знаю, какая. Справляется. Справляется? Почему так считают? Ну, вот, газ есть, вода есть, что еще? Честно там. Удовлетворительно. Удовлетворительно. То есть, минус? Наверное. Минус. Почему минус? Сейчас, Свет. Потому что работы нет, да? Работ нет. Нормально. Почему так считаете? Ну, наверное, справляется. Я же говорю, такие проблемы, которые касаются, или которые я должна решить всяким, меня это не коснулось. А так инфраструктурно все есть, да? Да, есть. Как вы можете видеть, несмотря на все имеющиеся проблемы, сами местные жители счастливы, и большинство из повстречавшихся нам считают, что Аким справляется со своими обязанностями. Нам добавить больше нечего. Мы лучше поедем дальше. Главное, по дороге скотину не зацепить. Увидимся в Западно-Казахстанской области.